English, motherfucker! Do you speak it? Что я сказал на самом деле непонятно. Ну ладно, в любом случае подпишитесь, там будет более внятно, чем здесь. Что мы сегодня делаем? Да, сегодня мы с вами разбираем урок с селтой. Это не совсем то, что я обещал. Я обещал на айтоке. Здесь это все с приплай или препли. Ну приплай, наверное, все-таки будет правильно. Да, и за него я заплатил 90 долларов, что в переводе на рубли почти 9000 рублей. Ну в описании вы видели 9000 рублей. Но это за 50 минут урока. За час, получается, было бы около сотни, да? Поэтому так что, ну, даже как бы и не обманул, по сути дела. Но к чему я вообще все это затеял? Суть в том, что я давно хотел записать урок с селтой и разобрать именно вот эту вот платформу. Потому что она немножко отличается от айтоке. Я, честно говоря, не знал чем, но сейчас выяснил и расскажу вам. И вы уже сами сможете убрать, насколько вам эта платформа подходит. Зайти на нее, к сожалению, без VPN невозможно. Я зашел на нее с VPN. Оплатить с нее тоже, конечно, невозможно, так что ищите способы. А вот если бы какая-нибудь бы компания пришла бы на рекламу, я бы сейчас что-нибудь бы и прорекламировал. Но поскольку она не пришла, прорекламирую свою школу. У нас заканчивается набор, у нас заканчивается набор на новые группы. Видео выйдет, наверное, в понедельник. Поэтому, соответственно, наши новые две группы B1 уже начались. Но вы еще можете в них попасть вот на этой неделе. Вы можете в них попасть на этой неделе. То есть вы сильно много не пропустите. Так что ссылочки в описании. И плюс ко всему у нас еще на следующей неделе у нас еще группы запускаются. Там группы A2, A1, C1. Короче, там все группы. Поэтому ссылочки на них тоже в описании. Плюс ко всему мы проверим ваш уровень. У нас есть специальный бот, который этим занимается. Соответственно, вы там получите задания, а мы их лично отслушаем и проверим. Ну а так работаем на платформе Progress.me. Все очень красиво, динамично, классно. Работаем по коммуникативному подходу. То есть у нас огромное количество разговоров, огромное количество фидбэка от преподавателей. Преподаватели все профессиональные и все очень-очень классные. Ссылочка на все это дело в описании. Ну ладно, вернемся к проверке. Значит так, да. На самом деле, в целом, урок-то прошел как бы, ну, неплохо. Потому что, учитывая, что это пробный урок за 90 баксов, но все же пробный. То есть на преплаве вы можете взять урок за 25 минут, он будет дешевле. И за 50 минут он будет как бы полноценнее, да. Причем там говорится, что проверят ваш уровень, вы начнете как бы заниматься по курсу. То есть как бы, по сути дела, да. Так примерно и происходит на обычных индивидуальных уроках, по крайней мере, у меня. Да, то есть если я веду урок, то, соответственно, у меня и нужно проверить уровень, да. Сам начал как бы такое введение, да, то сначала у тебя же только полноценная получасовая проверка уровня, да. А потом уже, а потом уже, соответственно, у нас идет полчасовой как бы урок, да. То есть это полноценный урок, но да, он такой вот как бы получается 50-50. Но сейчас и групповые, и индивидуальные уроки мы немножко как бы оптимизировали, чтобы уже знать, какой уровень ученика заранее. Кстати, я тут на Preply еще нашел уроки по 3 доллара от Native'ов и по 5 долларов от Native'ов. Вот я думаю, что если мы наберем полторы тысячи лайков, то я обязательно куплю целый пакет и прям чуть ли не целый курс вам покажу того, как выглядят самые дешевые уроки на Preply. А если наберем еще комментариев много, то я куплю еще уроки от Non-Native'ов. Самые дешевые уроки на Preply от Non-Native'ов. И посмотрим, как оно будет. Соответственно, примерно я думал, что будет то же самое, но оказалось немножко все-таки по-другому. Да, у преподавателя Селта этого пока что как бы особо сильно-то и не видно. Но очень здорово, потому что мне задавали огромное количество всевозможных вопросов, да. Что ты чувствуешь, как, в отношении профессионального и профессионального языка и полистенности, более формального языка, в сравнении с менее формальными сленками, касуальных конверсаций? Или, так как чувствовать, как вы являетесь тоже на другом уровень? Или чувствовать что ли один один тот 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 же способ? Или füh Arena у него более важнее, как вы чувствуете? Так как, уже столько сильное числа, более чем один или другом? Мы можем работать на двое. That's a good question. I don't know. I don't know how to answer that, to be honest. Да. Я не думал о том, что мы можем делать это вместе. formal and informal okay what about pronunciation do you want to do any kind of pronunciation work actually I'm fine with my accent but yeah if I have some like really something that is not intelligible I guess yeah I guess we can try they will work on it okay that makes sense so yeah if I hear words or sounds that are repetitive that aren't correct then yeah we can talk about it but we won't put any focus on pronunciation yeah amazing okay cool so let's talk a little bit about your learning preferences so are there certain ways that you feel like you've learned the best or certain methods of learning that you feel like aren't so helpful for you maybe in the past in your English classes things that you find successful for you no I guess I just hear you know I would like to trust the professional whatever great yeah whatever you choose I will go for it awesome okay sounds good okay great so let's now talk a little bit about you let's talk about your interests your hobby let's talk a little bit about your weak spots what you feel like your weak spots are so do you have any idea where you feel like you struggle the most I don't know I actually want you to ask I mean sorry I want to ask you yes yeah I mean I have some I have something might I think sometimes I might but I wouldn't say that that's a mistake I would say just the sleep of a tongue you know some grammar grammar mistakes yeah then I think my vocabulary is not that you know high I would like it to be more advanced I don't know yeah I guess I guess yeah I would like you to tell me what should that work yeah that makes sense well let's uh let's break it down a bit how do you feel in terms of например про weak spots ну опять же я не совсем считаю что это нужно спрашивать ученика да очень здорово выслушать его мнение но все-таки как мне кажется это должен опять же делать преподаватель вы послушали его он вы с ним поговорили и вот как бы сказали какие места ему лучше улучшить потому что эта информация я так по сути дела не услышал она лишь сказала что мы будем делать потом все-таки это снятия и будет уд被 both be doing it at the same time so um does google docs work for you is that something that uh we can use together sure yeah okay cool um all right so this is a sample lesson that i do where the first half of the lesson is speaking practice and the second half is an article so it's from a section in the new york times it's called uh the ethicist and so what it is it's from their magazine section so people submit questions to uh to the editor and it's usually like ethical ethical issues that they're having in their life or like maybe moral issues and so they'll like write their question in their situation and then the editor will respond and post the whole thing for people to read but the reason why i like using these in my lessons is because the way that it's written isn't like a normal new york times article it's not a news piece it's not written in a super formal way so there's a lot of like phrases and slang and these articles so it's written as if someone is like talking really cool it's nice to use yeah so i will share this with you а не сказала именно где у меня именно эти самые проблемы то есть это сказал только я но мне наверно все таки хотелось какого-то фидбэка в этом плане услышать да ребят еще я бы очень хотел что вы подписались на канал потому что youtube замедляется соответственно просмотров прямо не сильно упали может быть по прошлым видео по статистике как она они шли прям сильно-сильно меньше но удержание было идеальное за счет того что посмотрели только те кто хотел посмотреть поэтому ребят пожалуйста подпишитесь на канал. Мои видео вам бы подали чаще. Соответственно, таким образом мы с вами будем ближе друг к другу. Так что, пожалуйста, подпишитесь. А так, в целом, ну, приятная очень девушка. Она со мной всегда соглашалась. Она такая очень милая, очень классная. Было с ней очень приятно общаться. Она такая с прикольным чисто юмором. И в целом, ну, хорошо ко мне относилась. Санкт-Петербург. It's either, like, there are some from Moscow, but, yeah. Anyway, you need to fly to Moscow. So, yeah. So, still no direct flights, right? So, yeah. For me, it was one, like, yeah, it was two and a half hours to Yekaterinburg. It's, like, near Siberia. Then there was a little stopover, layover. So, we spent, I spent there, like, for three hours because there was a delay. And then I got, uh, and then, yeah, then there is the second flight to another city, which is close to mine. Um, it was, like, six and a half hours as well. Uh, yeah. And then I got to this city. It's called Khabarovsk. And, uh, from Khabarovsk, I had to go by bus to my hometown, uh, which is six hours. So, so, for me, it was the whole day. The whole day. Like, the whole day. That's, like, more than a day. Yeah, that was more. Oh, my gosh. So, yeah. Actually, I left at, uh, five o'clock, uh, Moscow time, right? And I got back, uh, sorry, I got to, uh, to my hometown at, uh, it was, like, something like eleven o'clock. Yeah, eleven at night. So, in Moscow it was, uh, what is it? It was, like, yeah, it was about four o'clock. So, yeah, so, basically it's twenty-four hours. Twenty-three hours. That is insane. Oh, my gosh. I can't believe it. And that's all in one country. You have to, you're saying all in one country for all that travel time. Yeah, that's just, that's so terrible. I bet you avoid going. And what I, in fact, in fact, she asked me all these questions. What I want to do, what I want to do, what I want to do, and so on, and so on. It was, like, 25 minutes, which, in fact, well, it's a good, it's a good, it's a good time. That's the same, yeah, this is the same, one-time, and then, again, as it was, it was a quiz, I understand, that this is a quiz, I don't want to be a little as much, but it's a good, But it's, like, it's a good, it's a bad, it's a good time. Yeah, неважно, говорит, когда будем заниматься. Let's talk about your availability. So, are there certain days and times that work best for you that I should know about? Or certain days and times that don't work for you? You mean like my schedule? You know, it's pretty, I just, yeah, I don't know. I just, I will find something out, you know. I just find some spots that you have and I will, you know, make my schedule up to you. Sounds good. So, what's your time difference for me then? So, are you behind me? Yeah, right now, right now it's, what time is it in your place? Right now it's 4.52 p.m. 4.52 p.m. It's 6.52 a.m. Okay, разница, если там все равно я выбираю это в приложении, а не с ней. То есть, как бы, здесь прикол в том, что я просто уже подстроюсь под нее. Мне либо подходит график, либо не подходит. То есть, зачем это было обсуждать, я немножко не понял. Ну и потом, да, она опять же задала опять несколько вопросов, да, каких-то на общение. Но, опять же, курса не началось. Хочу сказать о нашем курсе, который у нас начинается в октябре. Соответственно, новый поток на курс в октябре. Поэтому я вам предлагаю приять участие. Мы уже закончили, мы уже его переработали практически полностью. И ждем вас там. Ссылочка на него и все подробности тоже в описании. И потом в конце она выложила задание из учебника на warm-up. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Так, да. Так, да. Так, да. Так, да. Транate. Да. И indu Да, место, который был важным для меня в детстве, я думаю, это место с моими друзьями. Я думаю, когда мы, знаешь, ходили, когда мы выходили, мы взяли с моими друзьями, с моими друзьями. Да, да, есть несколько интересных мест, где мы взяли с друзьями. Я думаю, что, скорее всего... О, есть вообще один очень интересный местный место. Это был former бомб-шелтер. Да, это было, you know, just that big, you know, like, we didn't get inside, because it was flooded. But, like, there was this kind of hill, you know, and in winter, we were sliding from this place. In summer, we just, you know, we smoked there. It was our first experience with cigarettes. So, yeah, it was pretty cool, pretty interesting. So, that was one, and, yeah, and if we wanted to talk, you know, to discuss something, you know, something personal, or just, you know, to have some open discussion, open conversation, we went there and we spoke there. Yeah, it was, sometimes it wasn't safe. Sometimes there were some bullies that wanted to take our money or wanted to take our mobile phones or something like that. Yeah, but generally, it was nice, it was great place to spend time in. That's such a unique area. That is so funny. How did you come across that? How did you find it? Was it, like, tucked away, or was it loud in the open? That, again, it's, like, obviously, it's not a course, but, again, it's not a course, it's just a kind of, like, well, a club, so, let's say. Хотя, again, well, yeah, for 90 bucks I, наверное, ожидал чего-то чуть-чуть побольше. Понятно, что ни о какой проработанности речи быть не может, да, потому что это первый урок, но хотя бы какие-то, такие, знаете, приколы, какие-то фишечки, заготовленные в самом начале, хотелось увидеть. Я понимаю, что я зажрался, но я всегда стараюсь на первом уроке выложить что-то такое прикольное. Я понимаю, что первый урок не может пройти хорошо, но, тем не менее, хотелось бы что-то хотя бы увидеть такое. А еще, на секундочку, врываясь в том, что сказать о наших разговорных клубах, я сегодня посчитал, сколько у нас на одном из тарифов стоит одно занятие разговорного клуба. 50 рублей. Если вы покупаете один тариф, в который ходят наши занятия в группе, вы получаете разговорные клубы по 50 рублей. 50 рублей за полтора часа. Мешные деньги, не правда ли? Ну, а если же вы все-таки не хотите заниматься в группе, да, а хотите заниматься, допустим, просто на разговорных клубах, то там тоже все очень и очень бюджет. Один клуб стоит 450 рублей. Ну, или же вы можете взять пакет из четырех за полторы тысячи рублей, и тогда ваш клуб будет стоить около 370. Разговорный клуб полтора часа, где мы самостоятельно делаем все материалы. У нас есть сделанные нам видео, сделанные нами аудио, сделаны нами вопросы, слова. Все сделано лично нами. Поэтому ссылочка на них в описании. Что касается именно фидбэка, да, она корректировала некоторые мои ошибки, но их было достаточно как бы мало. I don't know, you got some dystopian vibes, you know, like it's 1984 or something like that. I can imagine. Yeah, exactly. That's crazy. Okay, so let's talk about something, this tense that a lot of times we use when we talk about the past, but it's like repetitive things in the past. You're not just like reporting on one specific action. So, like, tell me the difference between saying that we, oops, we walked versus we would walk. Do you know what the biggest difference between these two are? Yeah, the would walk, it's the same as used to walk. So, yeah, like it's your past habit. Right, exactly right. So, like, for example, a place that was important in your childhood, instead of saying, like, we walked, you know, to the bomb shelter and we slugged, you would say that we would. As in, like, this was a place that you went to often. Right. Yeah. Yeah, that's pretty useful. Okay, got it, got it. Definitely. And then one little thing, which I know you said that sometimes there are little slip-ups that you have. So, I'm going to write what you said and I want you to tell me what's wrong with it. Sure. Where do you write it in our chat? Oh, no, sorry, on the Google Doc. Can you see me writing on the Google Doc? Yep, okay, great, yeah, I can see it. Cool. All over the Russian, yes, all over Russian, over there. Yeah, exactly, yeah, yeah. I mean, obviously, you know, as a Russian speaker and now knowing English so well, that articles are really hard. It's so common. Yeah, 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 yeah. What were you going to say? Yeah, I just, I'm very confused with articles all the time, you know, because the point is that... Я бы хотел, наверное, все-таки какого-то более глубинного анализа, именно какого-то более глубинного фидбэка по тому, на что мне обратить внимание. Ну и вы спрашиваете, Кирилл, ну типа, и что, вот это все, что ты нам хочешь рассказать? Типа, реально, ты решил выложить видео из пробного урока и типа такой... И такой, типа, сделать вывод о преподавателе или о платформе? Вы знаете, нет, о преподавателе я действительно не могу никакого вывода сделать, но дело в том, что минимум потом после пробного урока на приплай можно купить 4, 4 по 90 баксов. То есть, ну, я реально не готов был тратить столько денег пока что, но давайте 2000 лайков, 2, и я с этим же преподавателем куплю еще 4 урока. То есть это минимальный пакет, я не могу, понимаете, меньше купить. Я бы хотел 2 хотя бы взять или лучше 1 по одному оплачивать. Пускай подороже, типа, за 100 долларов, но просто по одному, потому что сразу отдавать сколько? Ну, практически 400 баксов, минус 40, это сколько? Это 360, да? Грубо говоря, 36 тысяч рублей. Я как бы не готов пока что. Хотя я курс, наверное, купил с 24 тысячи, так что скоро будет кое-что интересное. Ну, то есть, да, я просто как бы был морально, физически и финансово тоже к этому не готов. Ну и в целом это показывает то, как бы платформа, да, что платформа, она по сути дела идеально сделана для учителей, то есть они всегда в целости, всегда в сохранности, и у них нет такой как бы текучки, потому что у них есть оплаченные пакеты. Что касается ученика, это в принципе тоже логично, да, то есть если вы серьезно намерены, то вы можете взять эти уроки, да. Конечно, я не серьезно намерен, я как бы блогер, который просто хотел сделать контент, поэтому, соответственно, конечно, для меня это не самое лучшее решение. Но опять же, 2000 лайков и все будет на месте. Ну, а так в целом сказать реально особо нечего. Да, это был прикольный промо-урок за почти 9000 рублей, но как-то именно выделить чего-то такого хорошего я тоже не могу. Поэтому, к сожалению, на приплай мы, наверное, больше не заходим, опять же, если не наберем 2000 лайков на этом видео. Ну, а на сегодня у нас все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии, и ни в коем случае не забывайте, что английский слишком изи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok